За последние 10 дней температура в Башкирии от плюсовой перешла к минус 30. Жители региона то хлюпают по лужам, то скользят по льду. Насколько такая переменчивая погода аномальна и какая нас ждет зима, мы решили разобраться вместе с экспертами. Утром 7 ноября в Кигинском районе термометр показывал минус 37 градусов. В Уфе было теплее, но все же холода ударили очень неожиданно. До конца текущей недели и в первой половине следующей недели по республике ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 14-20 градусов ниже нормы, что является опасным природным явлением. Причиной таких низких температур Гульна Загитова назвала арктический антициклон. Кроме того, арктические ветра и дальше продолжат морозить Башкирию. Температура снизится еще на несколько градусов. С гидромедцентром согласен и другой эксперт в этой области. Я думаю, что вот эти холода будут продержаться минимум, дни 15, это минимум, а может быть даже и до Нового года. Почему так? Потому что это связано с тем, что с Арктического региона, со стороны Северного Ледовитого океана, хлынул холодный воздух на всю территорию Российской Федерации. Сегодня холодно не только у нас на Урале, холодно и в европейской части, очень холодно в Сибири. Такая температура воздуха, конечно, считается экстремальной. Но, как говорит Инбер Япаров, ничего аномального и опасного для жителей региона в этом нет. А причины вполне понятны. Это нормальное явление. Обычно такие погодные условия повторяются примерно один-два раза за 30 лет. Из такой понятия климатической циклы, средняя, так сказать, продолжительность этого одного климатического цикла, это 30-33 года. И вот мы как раз находимся в начале очередного 30-летнего циклона. По словам эксперта, такие резкие перепады температур уже бывали в начале прошлого 30-летнего цикла, в 1968 году. Весь ноябрь у финцы тогда ходили по лужам, а в декабре ударили морозы. И тогда они продержались до конца февраля. По прогнозам Инбера Япарова, в некоторых регионах Башкирии температура может опуститься и до минус 40. Но, несмотря на экстремальные холода, он соглашается, что в Башкирии, как и во всем мире, есть тенденция к потеплению. Общая тенденция пока идет процесс потепления в целом. Вот кроме 30-летнего, существует 51-летний. Вот как раз получается, что вот этот цикл, этот период характеризуется некоторым небольшим потеплением. За это время температура воздуха в среднем по земле, она поднялась, ну, примерно на полтора градуса, но не более. Глобальное потепление – не вымысел, говорит эксперт. Но серьезных проблем нам оно, по его словам, пока не принесет. А вот наступившие холода он даже наоборот считает полезными. Холод – это очень даже полезная вещь, потому что, во-первых, значит, вирусы, микробы, они погибают так вот. Мы таким образом освобождаемся, ощущаем себя. Вот это тоже нужно знать. Холод для нас только польза. Точных прогнозов на всю зиму пока не могут дать ни в БАШ-гидрометцентре, ни наш эксперт. Но по предварительным данным зима будет холодной, но в пределах нормы. Алса Гумерова, Анастасия Никишина, телеканал ИЮТВ.